СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Я хочу сказать все-таки, да, то, что предшествовало, какая работа была в преддверии этой программы. Программа у нас СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ, много полей такое, много конфессиональное и так далее. Многонациональное. То есть наша цель показать, что у нас есть в стране и в нашем авиатском крае живут сегодня люди разных национальностей, разных конфессий. И, несмотря на это, мы знаем, что практически у многих жизнь одна, одинаковая, скажем так. Они живут на этой земле, которая для нас для всех является в определенном смысле родиной. Они работают вместе, многие люди разных национальностей, разных конфессий. Рядышко. Только работают, создают семьи. Ходят в магазины, в магазины в одни и те же, создают семьи, вводят детей в одни и те же школы, в детские садики и так далее, и так далее. Ну, надо еще упомянуть о том, что у нас сегодня ожидались все-таки еще гости. Было сделано предложение Вятской епархии, но, к сожалению, Вятской епархии сослались на занятость и, собственно, настоятелей храмов, и самого митрополита Вятского и Слободского Марка. Ну, очень жаль, потому что у нас всегда очень содержательные беседы проходили, да, наши предыдущие собеседники, и отец, значит, Балыбердин, да, и отец Андрея Лебедева, да. Ну, в общем, мы будем надеяться на то, что они все-таки будут появляться в нашей студии, и в том числе мы будем говорить на тему, которую мы сегодня хотим поднять. Да. Тема довольно серьезная, вот так мы ее обозначили, нестабильная обстановка внутри России и обострение внешнеполитической ситуации, роль религии в поддержании мира. Я пометил, позволил себе пометить, что термин «мир» мы тут понимаем многоаспектно, да, мир внутри человека, когда ему не хочется делать кому-то зло, нехорошие вещи. Мир внутри семьи, мир внутри рабочего коллектива, мир в межнациональных отношениях, вот так, с разных сторон. И поэтому, когда мы говорим «давайте строить мир», мы, собственно говоря, говорим о многих вещах, которые мы должны строить, да? Да. Ну что, тогда... Люди более настороженные, агрессивно начинают вести себя друг по отношению к другу. С точки зрения религии, что происходит? Ну, вот сегодня вы их сказали про мир. Ну, начнем с того, что может религия сказать. Религия всегда призывает, прежде всего, к смиренности. Смиренность – это не значит согласие с какой-нибудь либо несправедливостью. То есть имеется в виду... Мы сейчас имеем в виду не одну религию. Да, да, да. Это вообще религии, конечно. Да, да. Сложность, она всегда бывает, ибо в Коране есть такие слова, где Господь говорит «Воистине после сложности наступает облегчение, воистине после сложности наступает облегчение». То есть два раза повторяются эти цитаты в Коране подряд. То есть эти слова значат о том, что жизнь, она всегда так будет, было и будет. То есть сегодня хорошо, завтра плохо. Завтра, послезавтра хорошо, послезавтра опять плохо. Ну, или как мы часто говорим, черная полоса, белая полоса. Белая, черная полоса, да, это нормальное явление. На этом не надо, просто засекливается. Дело в том, человеческая сущность такова, что если ему всегда хорошо, он перестает ценить, что такое хорошее. Если ему все время плохо, у него начинает счастье сердца, поэтому он становится плохим. Поэтому, прежде всего, если мы, всегда надо терпеть, прежде всего, именно, даже какие-то крайности, если видишь со стороны кого-либо, не поддаваться этим вещам. Это не то, что религия, даже психологи те же слова предложат. Однажды есть такая интересная история, когда один сподвижник пророка пришел и сказал, он был такой, весь в гневе, такой, ярости, он говорит, посоветуй мне. Он такой, значит, интонации такой, в возвышенных тонах. А пророк ему просто сказал, остынь. И каждый раз, он несколько раз переспросил, он сказал, остынь. То есть, именно, нельзя, вот, всякие, вот, эти крайности наступают именно из-за того, что мы в какой-то момент не проявили терпения отношения друг к другу. Один пошел, другой пошел, и пошло, пошло, поехало, как говорится. И поэтому, в принципе, ислам и говорит, инналлах наасабирин, воистине Господь терпеливыми. То есть, прежде всего, терпение, чтобы дальше хуже не стало. И это слово, остынь, наверняка можно и самому себе. Конечно. И нужно, прежде всего, самому себе. И я здесь, в поддержку сказанного, значит, Хазратом и Хаджига Абдун-Нуром, как хотел бы привести одну притчу, она, наверное, вам известная, когда мудреца спросили, почему в жизни не должно быть все время хорошо? Почему Господь не устроил так, чтобы было все время хорошо? Такой некий рай, да? Да, для человека. И мудрец ему ответил, а если все время светит солнце, что происходит с растением? Оно засыхает, погибает. А если все время очень много воды под растением, что происходит с растением? Оно тоже погибает. Оно тоже погибает. То есть, все, что происходит с нами в этой жизни, оно способствует тому, чтобы мы в конечном итоге расцветали, развивались, плодоносили, ну и так далее, и так далее. То есть, с этой точки зрения я вот как бы в поддержку хотел бы сказать. И вопрос терпения – это не предмет только нашей исламской религии. Это предмет всех религий. И все религии говорят о том, что нужно быть терпеливыми. Но самое-то интересное, что, если я правильно понимаю, то, в принципе, мы, мусульмане, одно из значений к тому, что слово «мусульманин» – это неразрывная связь с словом «терпение». Мусульманин, терпение… Ну, слово «мусульманин» происходит от слова «ислам», а «ислам» имеет очень много значений. Один из них – смиренность, другой из них – мир. То есть, там очень много значений слова. По сути дела, «ислам», «муслим» или «мусульманин» в русском значении – это один и тот же слово. Я бы хотел, чтобы вы очень акцентировали на этом, потому что, когда нас хотят противопоставить друг другу, не переводя и не объясняя, говорят, вот там, вот мусульмане. Кто такие мусульмане? Люди, предавшиеся Всевышнему, да? Люди, живущие… Смирившиеся, смирившиеся, да. То есть, вот всё значение, так сказать. И там, конечно, многоаспектное значение этого слова. И когда сегодня наш собеседник говорит о том, что это ещё и слово «мир», то, наверное, это… Вот мы каждый раз, когда здороваемся, «ассаламу алейкум», ну, обычно по-русски его всегда переводит «мирво». То есть, это, кстати, «ассаламу алейкум» тоже из этих же слов. То есть, это из тонкости арабского языка. То есть, там корень слова состоит из трёх букв. «С», «Л», «М», «Салям», «Ислам», «Муслим», «ассалям», «Салим». Это всё производное, да? Это да, это особенность арабского языка склонения. Допустим, в нашем языке склонения в татарском, русском и азербайджанском. В общем, склонение в конце как-то происходит. В арабском оно и в середине, и в конце, и в начале может происходить. Терпение и вера, что вот закончится эта чёрная полосада, что наступят эти светлые дни. Но ведь это очень сложно. Когда многие люди вынуждены жить одним днём и не загадывать о том, что там будет послезавтра и в более отдалённой перспективе, сложно. Ну, что могу сказать, опять-таки, с точки зрения? Господь в Коране нам говорит о том, что пока вы сами не поменяйтесь, я не поменяю ваше положение. Я очень-очень это поддерживаю. На самом деле, вот эти трудности наступают для чего? Зачем Господь даёт нам иногда трудности? Чтобы мы обдумали ситуацию. Не просто, знаешь, разозлились. Вот надо себе задать вопрос, почему с нами сегодня такое происходит? Это не то, что Господь нам хочет. Мы сами напрашиваемся. Даже в Библии где-то, я считал, по вере каждому воздам, да? То есть, в принципе, оно соответствует тоже нашему пониманию. То есть, Господь ведь смотрит не только то, что мы делаем внешне. В Коране сказано, Господь говорит, я знаю ваше сердце больше, чем вы сами о себе знаете. И поэтому предопределение Господа, оно справедливое каждому, в каждой ситуации. Вот в одно и то же время живём, в одной стране более спокойно, в другой стране более-менее спокойно, да? А почему в одном случае хорошо, в другом случае плохо? Хотя в одно и то же время находимся. Поэтому Господь говорит, не вините время, ибо вы сами такие. Поэтому тут именно всякие трудности, это именно цель для того, чтобы мы обдумали, чтобы впредь, то есть, улучшили ситуацию, как вот засохло, да, потом дождь пошёл, обновился природа. То есть, точно так же человек в это время обновляется правильно. То есть, человек обновляется, если он правильно, конечно, делает решение. Если же он не делает правильные решения, не делает правильные выводы, не делает правильные шаги, то, конечно, оно тихо-тихо угасает. И многие цивилизации такие исчезли из-за того, и в Коране об этом упоминается, кстати, об исчезнущих народах, которые именно Господь им насылал разные беды, разные трудности. Не из-за того, что он жесток, нет, для того, чтобы люди обдумались. И те, которые обдумались, они обновлялись, они улучшались, а те, которые не задумывались, продолжали дальше идти, поэтому в итоге они исчезали. Вот это напоминает мне. И такой конец неизбежен. Если люди не будут меняться в лучшую сторону, конец неизбежен. Какие у нас варианты? То есть, тут вопрос-то вот еще, я хотел бы еще один аспект, который вот сейчас был задеть, поддержать. Он связан с тем, что, да, самое главное, ты должен изменяться под тем, когда ты встречаешь какие-то испытания. Понятно, что если это стена, ты не можешь его пробить головой, просто в обыденности, ты его должен продумать, как обойти, или как перелезть. Других, как бы, вариантов просто пробить головой стену нет. Вот. И поэтому нас Всевышний заставляет задумываться. Каждый раз, каждый день. И поэтому каждый из нас, может быть, как нам любят психотерапевты, говорить, что вечером приходишь домой, подумай, что ты сегодня сделал хорошего. Что ты сделал сегодня хорошего? Потому что хорошее ведет в конечном итоге к улучшению. Но вот что касается вопросов несправедливости, наверное, вы меня поддерживаете, что очень много внимания в Коране обращается к вопросам несправедливости, к тем, кто его творит, и как мы должны отвечать к тем несправедливостям. То есть, хочу поддержать в том смысле, что если творится несправедливость, то мы не должны молчать. Мы должны поднимать свой голос против несправедливости. Если мы видим, что делает что-то плохое, это не означает, что, значит, мы должны просто кричать, ты сделал плохое. Мы должны что-то сделать, чтобы предотвратить это плохое. Речь не идет об агрессии, речь не идет в этом случае. Нет, ну, насчет вашего слова есть конкретный ответ в исламе. Сейчас я могу ошибиться, это или Мухаммад Раисам сказал, или имам Али сказал, где сказано, если ты увидел зло, останови его. Не сказано, накажи, останови его. Если не можешь остановить, то хотя бы предупреди его. Если не можешь предупредить, то хотя бы не согласись с этим сердцем. Выясни, это от слабости твоей веры. То есть, три этапа. То есть, заметьте, не сказал, убей его. Останови. Останови. Потом, если не можешь остановить, хотя бы ты ему скажи. Ты же, ты не прав. Тому нету правды, допустим, да? А если на это даже, ну, бывает, некоторые боятся, допустим, да? То хотя бы в сердце с этим не согласись. Не прояви безразличие ни к справедливости. Смысл этих высказываний. Не прояви безразличие к несправедливости. Если ты не в силе, хотя бы с сердцем не принимай его. Не пускай к своему сердцу и отвергай его сердцем. Но это и самый последний этап твоей веры. А если ты уже перестаешь его даже замещать, это уже конец называется. То есть, если мы все перестанем замечать зло, то а где маркеры-то? А что дальше? Мы сейчас говорим о зле на разных уровнях. Конечно. Это когда конкретный человек обидел конкретного человека. Или когда конкретный человек обманул массу людей. То есть, разные ступени, разные уровни. Точно такое же многоаспектное понимание, как многоаспектное понимание мир. Потому что в нашем внутреннем мире, в нашем внешнем мире, в нашем окружающем мире, везде это универсальное понятие, оно присутствует. И, соответственно, мы говорим, что да, останови зло, но делай добро. Да. А иначе как? Ну, даже у пророка есть слова. Но иногда может действительно человек отступиться. Это, ну, человек, нельзя сказать, вот идеальных людей не бывает. Только ангела и Господь... Ошибаться есть человеческое. Да. Это смысловое перевод, поэтому человек, он... Всякий человек совершает грех. Даже праведники совершали грех, но осознав грех, они пытались исправиться, и поэтому они достигли праведности. Именно не из-за того, что они родились святыми. Вообще, конечно, в исламе любой человек рождается святым, то есть без грехов. Исламское понятие такое. А потом при жизни мы все равно накапливаем или хорошее, или плохое. В каком-то случае мы больше грехов набрали, в каком-то меньше, допустим, да, но в любом случае даже самый худший грешник достоин прощения Господа, но прижила, то есть только при том, что если он сам хочет. То есть мы должны стремиться. Есть даже такое интересное высказание в Коране про сатану. Когда сатана был изгнан с небес, вместо того, чтобы покаяться перед Господом, он выпросил у Господа срок до конца света. И Господь ему дал этот срок. И тогда сатана сказал следующее слово, что «Воистине я до судного дня буду приходить к детям Адама, спереди, сзади, справа и слева, и воистине многих из них ты найдешь неблагодарными». На что Господь сказал, «Воистине я любого из них прощу, если они уверуют в меня и покаются». Именно покаяние. Даже сам пророк сказал, «Я каждый день каюсь сто раз». Это не значит, что пророк совершал сто грехов. Нет. Не важно, сколько ты. Мы не можем сидеть каждый день, вот, ой, тут совершил, там, да, но человек живет естественной жизнью. Но даже совершил ты сегодня грех или не совершил, ислам учит, каждый день каяться. Вдруг ты где-то кого-то незаметно... А каяться и просить... Господи, проси, да, 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 да. Просить, прошу, да. Да, ну, если кого-то ты конкретно задел, понятно. Но есть грехи, которые конкретно человеку не может не касаться, твари Божией. То есть это грех твой перед Богом, скажем, да. Есть грехи, которых, допустим, даже тот твой напарник, то есть собеседник мог не заметить. Где-то не так сказал, не так подшутил, так скажем, да. Она может... Вот я буквально позавчера, вот я работаю в кафе, заходит же старушка, ну, видно, куда-то ей надо высказываться. Начал посмотреть моё меню. И, ну, она, в принципе, напрашивалась на оскорбление. То есть в каком смысле? Она посмотрела. О, говорит, татарские, вот, татаро-монгольские. И, говорит, начал так, знаешь, шутку. Ну, я так улыбнулся, а там народ сидит. И они все напряглись. А я говорю, ну да, говорю, бабушка, видите, кругом, говорю, кривые мечи висят. И она так посмотрела вокруг, да. Поняла, что я пошутил, как говорится. И все засмеялись, как говорится. То есть даже любой крайний можно превращать, как говорится, в смешку, как говорится. И потом она так посмотрела. Единственное, что здесь украшает, это твоя рыжая борода, сказал и ушла. У нашего гостя действительно такая борода присутствует. Знаете, до перерыва хочу ещё вот задеть тему мира и спокойствия внутри семьи, да. Непростые всё-таки времена сейчас, экономические в первую очередь. Многие уже потеряли работу, да, в том числе главы семьи, кто-то находится на грани. Кто-то опускает руки, ну, кто-то пытается стучаться, да, во многие двери, чтобы как-то поддерживать свою семью. Ну, нередко ситуация возникает, когда супруга, например, пилит мужа, да. Вот ты такой, глава семейства, не можешь обеспечить. Как здесь-то успокоиться? Как здесь успокоиться? Ну, тут всё зависит от супруг, во-первых. Поэтому ислам вообще, вот это семейная традиция, вот это же не зря говорит семейная традиция. В принципе, семейная традиция, она, к сожалению, в России у многих она уже утеряна. То есть мы как-то сейчас учимся по телевизору, на самом деле. Для верующих оно легче. Почему? Потому что верующий человек, который живёт с верой в Бога, верой, он понимает, что терпение всегда должно быть. Потому что, допустим, я, как уже вначале сказал, после трудностей наступает облегчение. И в этом даже есть тоже, то есть Господь испытывает. Конечно, если жена пилит, надо проявить терпение к жене. Если муж такой крайне собрались, жене надо проявлять терпение. Потому что про это тоже ислам. Очень многие притчи, вот, конечно, это долго будет, наверное, рассказать. Но есть очень интересные притчи, я всегда это, когда вот преподаю, женщинам рассказываю. Был, когда у одного шейха жена, ну, очень такая, ну, проявляла она, при людях даже проявляла неуважение к своему мужу. И у него было очень много учеников. И при учениках это всё происходило. И однажды наступил тот день, она умерла. После этого он женился второй раз. Другая жена оказалась настолько милая, такая добрая, настолько проявляла к своему мужу уважение. В общем, полная противоположность. Да, крайняя противоположность. Ученики сказали, говорит, у шейха, смотри, говорит, хазрат. Аллах, говорит, тебя наградил, говорит, за твоё терпение. Он говорит, а почему вы посчитали, что меня Аллах наградил? Как? Вот тот, говорит, для меня, это была награда, говорит. А это, говорит, я для неё, награда. Они спрашивают, почему? Потому что я проявлял к ней терпение, я получал свою награду, говорит. А сейчас, говорит, я ничем не могу, говорит, получать награду. Но зато, говорит, она ко мне проявляет уважение и получает свою награду. То есть, так как для меня было, а я как для неё. Так что давайте проявлять друг другу уважение, любовь, проявлять терпение. И пусть каждый получает свою награду перед Богом. Конечно. Всегда надо помнить, что всё, что мы делаем, мы делаем для себя. Или во благо, или во зло. Прервёмся на небольшую рекламу. Эта программа, напомню, союз нерушимый. Продолжим скоро. Продолжается программа «Союз нерушимый». Азиз Агаев. Да, Владимир Сметанин. И наш гость, Габдунур Камаладин, Муфтевятский с 1999 года по 2013. Ещё раз добрый день. Хотелось бы поговорить о международной обстановке, безусловно. Но тема такая очень сложная. И согласен, да, мы сейчас в прерыве обсуждали, что сейчас очень много эмоций по поводу этого. Ну, мы имеем в виду последний случай. Да, попробуем очень аккуратно, тихонечко, потому что хватает людей, которые пытаются придать ещё больше эмоциональную окраску тому, что происходит. Ну, мы имеем в виду гибель российского бомбардировщика, да? Да, и вот мы сейчас обсуждали эту ситуацию, и, конечно, наверное, людей не просто военный человек, он, понятно, что он, наверное, всегда готов как бы в опасную ситуацию вступать. Наверное, нас всех задевает другое, что совершенно неожиданно, совершенно в определённой там ситуации, в чётко понимаемой, да, вдруг кто-то атакует там наших военных, при этом без какого-либо предупреждения, да. И понятно, что те предупреждения, которые выложены в интернете, нормальный человек, посмотрев, понимает, что это фейк, потому что даже если они говорят, что наши самолёты на 12 секунд всего залетели на территорию Турции, на 17 секунд, предупреждение порядка 25 секунд проходит. То есть, ну, очевидно, что за это время предупреждения уже самолёт уже находил, пошёл, так сказать... Пересёк границу, да? Уже пересёк и в обратную сторону, никакой необходимости. Это один момент. И второй момент. Для меня лично очевидно, что турки понимали, что ни один российский самолёт, хотел сказать советский самолёт, не несёт никакой угрозы для турков. Никакой абсолютно. Поэтому в этой ситуации предупредили, сопроводили, значит, на этом всё должно закончиться. Но вот эта ситуация, когда, значит, оснащённый для воздушной борьбы истребитель начинает воевать против бомбардировщика, который не предназначен для воздушного боя, но... Это большая, серьёзная машина. Да, да, да. Я считаю, что настоящий мужчина так никогда не поступает. Так поступают только трусы. Когда ты бьёшь ребёнка, обессиленного и так далее. То есть, в этой ситуации наш бомбардировщик в воздухе для истребителя представляет просто ребёнка, потому что у него для войны в воздухе только пушка. Как отразится это сейчас? Ну, как отразится... Межнаши национальных отношениях... Ну, отразится, как сказать? Мы сегодня только об этом сказали, ну, про терпение, да? Да. Я считаю, что, конечно, в данном случае Турция переборщила, это однозначно. Но сегодня я вот смотрю телевизор, новости, всё. Конечно, эмоции перехлёствуют. В мире таких случаев очень много было. И, допустим, не только вот в данном случае, да, и в других случаях, когда наших самальтов сбивали, там и других самальтов сбивали. Но я замечаю, когда вот всегда турков с Россией сталкивали, это всегда вот, кстати, это не сейчас только, то есть если мы историю всю посмотрим, то всегда Россия с Турцией, Турцией с Россией всегда вот они воевали. Османская империя. Османская, да, да. Ну, да, интересы империи, скажем. Да, интересы империи. Тут, наверное, что могу сказать? Главное, тут не поддаваться эмоциям и опять-таки делать правильные выводы. И чтобы оно было, ну, оно не отразилось в дальнейшем, отрицательной, прежде всего для нашей страны. Вот сейчас посмотришь, там чуть ли другие, там, призывают к войне, там чуть ли, да, вот, ну, это же, ну, понимаешь, что эмоции с эмоциями, как говорится, а завтра она всё равно жить, как говорится. Я не думаю, что турецкий народ готов там и вообще желает воевать с Россией, как говорится, да, и тут есть, ну, тут сразу хочется вспоминать поговорку русскую, да, то есть когда в берлоге два медведя дерутся, лисица от этого выиграет, как говорится, да. Мне кажется, вот эта ситуация один из таких вариантов, когда действительно третья, тем более, страна, не будем говорить, кто, тем более, вот я по новостям услышал, слушал, я, кстати, новости хорошо слушаю, говорят, что, в принципе, ни один из американской самолетовики, если даже она принадлежит другой стране, они не могут произвести какой-либо выстрел, пока не получат разрешение от Америки, насколько я понял. Ну, мне такое впечатление, по крайней мере, сложилось, я не специалист в этих вопросах. Если это так, то тогда задаётся вопрос, не хотят ли нас именно третьи страны сталкивать с Турцией, как говорится, а это всего лишь повод, потому что, понятно, Путин переломил всю такую, ну, уже ситуацию, потому что уже Америка считала, что он везде, он уже хозяин, и тут взял, он полез в Сирию, как говорится, да. Конечно, оно было с учётом-то действительно такой, как один оппозиционный, хороший игрок, но это в хорошем смысле, я это понимаю, да. И поэтому это, я считаю, какой-то попытки искания каких-то слабых точек России. И мы, главное, в это время, должны выдержать эту, то есть, этот сложный момент и не поддаваться каким-то крайнестям, которые, чтобы не отразились от отрицательных. Ну, да, наверное, да, но я думаю, что тут есть ещё один аспект, что если мы соглашаемся с тем, что вот лисица как бы сделала своё чёрное дело, да, то мы должны согласиться и с тем, что сегодняшний президент Турции – это вообще недостойный мужчина. То есть, этот человек во главе такой, как бы, достаточно сильной страны, и он, значит, по науськиванию, значит, кого-то там из-за океана, значит, берёт и своему соседу, значит, ну, как сказал наш президент, там, в спину бьёт. Вот, ну, во-первых, соседу нехорошо бить в спину, какой бы ни был сосед, с ним надо всё равно общаться. Хорош, плох, здороваться и, значит, стараться, ну, вот, ну, это во-первых. А во-вторых, то, что было сделано вообще не в интересах Турции было, вообще не в интересах Турции. Ну, и что, чего сегодня Турция добилась, мы все видим. То есть, наши, значит, противовоздушные средства пододвинулись ещё ближе, и было сказано очень чётко, что во время ванёвров наших самолётов, если только хоть кто-то пересекает сирийскую границу, будет моментально, значит, уничтожено. Правильно это? Абсолютно правильно, потому что, если бы они не сбили бы самолёт, то можно было бы пересекать. Но когда они сбили наш самолёт, то теперь каждая, значит, взлетевшая в воздух железная птица будет нами считаться опасностью для наших самолётов. Но смотрите, ситуация по Турции, мне тоже уже не кажется простой, потому что мы, многие ездили в Турцию отдыхать, но в этой ситуации, когда огромное количество, значит, беженцев из Сирии, когда Турция стала перевалочным пунктом для тех, кто идёт на стороне ИГИЛ воевать, достаточно опасно находиться. То есть, это не потому, что это какой-то политический шаг. Наши ещё сдерживали, видимо, свои эмоции, пока ещё самолёт не был политики сбит. Но опасность уже тогда существовала, ещё до того, как самолёт был сбит. То есть, масса людей, готовых, так сказать, к уничтожению людей, вот, это достаточно опасная ситуация. Но вот при всём при этом у меня есть большие вопросы, что надо опять ко всем людям, имеющим турецкое гражданство, значит, под одну гребёнку, значит, так вот, раз. Вот вчера вы были инвесторами, мы вас принимали, значит, вы были друзьями там. У нас есть турки, которые здесь имеют семьи, женаты, у них есть дети. У нас есть турецкие граждане не турки, то есть, там курды есть, там ещё какие-то и так далее, и так далее. Означает ли это сегодня, что мы у каждой двери, у каждого такого человека должны поставить милиционера, значит, выгнать их с территории России с их бизнесом, отобрать у них то, что у них есть, не дать возможность пользоваться, то есть, не знаю, есть масса вопросов, на которые мы должны... Ну, я считаю, как это, я тут даже сразу скажу, что нельзя, я только об этом говорю, что нельзя поддаваться сейчас эмоциям. То есть, да, было несправедливость со стороны Турции по отношению к России, это очевидно, да, то есть, бомбардировку бомбить, тем более, есть определённые правила международные на небе, да, в этом плане Турция нарушила. Но это не должно стать поводом именно ещё сильнее, как говорится, отдаляться от них. По той причине, потому что, я всегда говорю, государство – это не только президенты. Государство – это мы. Вот, когда я говорю о России, да, для меня Россия – это мы все. Когда мы говорим о Турции, это не только Эрдоган. Надо это тоже понимать. Сегодня Эрдогани, завтра его нету, как говорится, а завтра нам дальше жить надо, как говорится. И поэтому, я думаю, не надо тут поддаваться крайницам, но при этом, конечно, мы всегда должны обозначить свои позиции, вот то, что там, допустим, они ракеты поставили уже, да. Вот это есть обозначение, вот это есть правильные шаги, да. Абсолютно. Но тут именно не надо уже, как бы, перегибать. То есть, если один перегиб, ну, это не значит, что ты тоже должен перегнуть, как говорится. Это уже есть радикализация. Это уже радикализация, да. Да, да. Поэтому вот в данном случае, опять-таки, вспоминаем слова из Корана «Воистия Господь стерпеливыми». У нас остается буквально пару минут. Губдунур, хочу к вам обратиться еще раз. Что вы можете сказать всем людям, в которых сейчас, ну, в связи с этими последними событиями, крепнет убеждение, что представители ислама – это вот все враждебное? Ну, начнем с того, что я могу сказать. Нет. Но средство массовой информации в этом, уж не обижайтесь, сыграло один из больших ролей, как говорится. Нагнетающую, да? Ну, конечно. Вот, недавно Владимир Владимирович выступал о том, что надо возродить ту традиционную богословскую школу, которая присущая в России для мусульман. Дело в том, Путин, Владимир Владимирович сейчас это озвучил по телевизору, но мы об этом еще говорили тогда, когда впервые прозрывались дома. Был как раз митинг, как раз меня там дали выступать. Я как раз, конечно, все, наверное, ждали, что я там сейчас начну ругать там террористов туда-сюда. Надо задать вопрос, почему они становятся террористами? Ведь вообще ни один преступник не совершает свое преступление, пока он не находит в себе оправдание. Зачем я это делаю? Даже Чикачево, который убивал, допустим, я уверен, он психологически как-то себя оправдывал. И вот в данном случае, когда я тогда вот именно как раз об этом выступал, что именно надо возродить школу, надо именно традиционно. И государство должно инвестировать в это дело. Почему? Потому что у нас все-таки мусульман, которые здесь мы тоже вместе с православным вместе живем, и не сотни лет, а тысячелетиями на самом деле. Мы как-то оказались в таком ситуации, что наши духовные наставники больше выглядели как свадебные генералы. Давайте будем честно говорить. Наши настоятели стали как свадебными генералами. Но свадебных генералов народ не любит. И что надо делать? Надо дать возможность именно встать на ноги тем правовым школам, которые у нас всегда были испокон веков. И он, кстати, доказал мирность нашей религии. Почему? Потому что один элементальный пример, мало кто об этом знает, до Екатерины Второй в России, в Поволжье, на Урале, в степи всегда шли восстания. Мы только знаем про Развинские восстания, мы знаем про Пугачевские восстания. Но поверьте мне, оно продолжалось 200 лет. А только из-за того, что не было четкости по отношению к мусульманам. Была насильственная попытка крещения и так далее, и так далее. Но только Екатерина признала за мусульман право исповедовать свой ислам, в Поволжье когда-нибудь было восстание? Это о чем-то говорить? Время? Да. Кавказ 30 лет воевал, а в Поволжье 200 лет воевал. Об этом мало кто, об этом задумывается. И сегодня, когда еще был будущий муфт, я общался с одним чиновником, он мне прямо, ну, сказал. Знаешь, говорит, для нас, говорит, вы все проблемы. Будьте ваххабитами, не ваххабитами, для нас все проблемы. Это наш местный чиновник? А? Наш местный чиновник? Был, да, но он уже, его здесь нету. Слава Богу. Да. Я ему сказал, знаешь, говорю, не обижайся, говорю, но у русских приходится, говорю, использовать русский поговорок, говорю, лучше иметь старого друга, чем два новых. Я сказал, если, говорю, уже исторически доказано, если татары вернутся, местные мусульманы вернутся к тем традиционным правовым школам, которые у нас были, оно уже временем доказано, что она всегда была лояльна. Да, оно требовало свои права, это нормальное явление требует свои права. Мы же не роботы, в конце концов, как говорится, да, но никогда мусульмане не переходили до войн. Да, они где-то проявляли, то есть свое слово говорили, но если, говорю, эта идеология поменяется другой идеологией, которая сейчас мы говорим радикальной, так скажем, да, останется ли Россия? Вот поэтому вот только так надо. Надо возродить, надо помогать, и не надо ждать в достоятелях свадебных генералов. Завершается время нашей программы, немножко мы уже зашли за границу, ну, спасибо большое за этот разговор, Габдунур Камаладин, Азиз Агаев. Да, и Владимир Смиталин. До встречи в новой программе «Союз нерушимый» ровно через две недели в пятницу. Всем до свидания. В 13.00. Спасибо. До свидания. Союз нерушимый.